Мы стали более открытыми, стали уметь признавать свои ошибки. Ты понимаешь, где ты неправ, в том плане, что куда ты идёшь неправильно, и у тебя есть возможность исправить ситуацию. Новые учебники дали очень большой такой, вот знаете, переломный момент для учителей. В каком плане? Учителя стали готовиться к урокам. Очень крутая печать, с фишками, которых никогда не было, со стикерами, и очень качественной бумагой на мировом уровне. Когда мы проходили букву «Э», я знаю, что это технический опечаток. Записали «М» начинается с буквы «Е», то просто в игровой форме незнайка перепутал буквы. К навыкам 21 века относятся умение коммуницировать, критически мыслить, креативно подходить к решению той или иной задачи, умение работать в команде. Именно вот этим новая методика отличается от той, которая была. Новда ничего не получала от государства, никаких денег. У нас есть единственный контракт с государством о том, что мы безвозмездно передаём право пользования этими книгами. Сама фокус-группа была проведена со всеми учётами научных исследований. Получилось так, что мы где-то около порядка 200 экспертов изучили современное состояние образования, определили, где у нас основные проблемы и в каком направлении нам стоит работать. Как вам новые книги и методика в целом? Давайте начнём с того, что 2023 год объявлен годом качественного образования. И, на мой взгляд, качественное образование не может быть без качественного педагога и без качественных учебников. Вы знаете, на сегодняшний день новые учебники дали очень большой такой, вот знаете, переломный момент для учителей. В каком плане? Учителя стали готовиться к урокам. Потому что это настолько информационные сейчас учебники, что если учитель через себя это не пронесёт, то до детей он не донесёт эту информацию. Вот на сегодняшний день учебники, которые мы получили, взяли в руки, они в целом отличаются от того, что было. Во-первых, формат, качество учебников, его вот эта иллюстративность учебников и, конечно, та информация, которая вложена в эти учебники. Вы знаете, раньше как-то заставить ребёнка выучить правила, осмыслить его было сложновато. Сейчас я начинаю урок с того, что я открываю учебник, и у меня уже всё готово. Мой урок начинается с минутки чистописания, которая дана в этом учебнике. И это не просто слова. Вы знаете, мне нравится что? Это пословицы, это поговорки, в которых я повторяю с детьми то, что я прошла на прошлом уроке. Это не просто минутка чистописания, а минутка чистописания с повторением. Всё вложено вот в этой поговорочке. Вы знаете, обратили огромное внимание на традиции узбекского народа. Это не просто какие-то отдельные слова, а именно то, что мы с ребёнком можем осмыслить и об этом поговорить. Вы учитель высшей категории. Предлагали ли вам принять участие в разработке новых учебников? К сожалению, нет. И я как-то немножко даже обижена, потому что за моими плечами есть большой опыт. На протяжении 30-летнего моего педагогического стажа, конечно, я занималась разработкой методических пособий. И при создании новых учебников рецензию писала. Но я, как бы, знаете, учитель-практик. Я люблю работать непосредственно с детьми. Что бы вы добавили в эти учебники? Ну, что касается математики, добавлять ничего не хочу, потому что он дифференцированный и он уровневый. Этот учебник рассчитан на всех деток различного уровня. Чтение текстов. Тексты интересные. Очень много мы с детьми познакомились с теми узбекскими писателями, о которых, допустим, на сегодняшнее время, да, я даже не знала. И это очень великолепное есть произведение. Это тоже плюс. А каких? Ну, вот смотрите, Пахлаван Махмуд, да, мы никогда не читали, мы всегда читали былины, а тут у нас эпос. Почему бы не знать о том, что у нас в Средней Азии тоже были такие богодыри, да, правильно? Мы об этом не знали. Как бы дети не знали, мы-то взрослые знали. Теперь мы можем сопоставить. Значит, не только былины, но эпосы в нашем государстве тоже были такие люди, о которых писали эпосы. Но вот для детей это было очень интересно. Насколько часто вам попадаются ошибки в учебниках? Я говорю не только про, допустим, вот как вы говорите, да, какое-то отсутствие редактуры или, наоборот, ее присутствие. Имеется в виду какие-то логические, возможно, несостыковки, опечатки. По тем темам, которые мы на сегодняшний день прошли, нет, не было мною обнаружено. Я говорю за второй класс, потому что я работаю во втором классе. Следует отметить, что там, где любая деятельность или любая работа, так или иначе возникают ошибки. То есть не ошибается тот, кто ничего не делает. И из ошибок к ошибкам мы переходим к опыту. Таким образом, впоследствии все ошибки нивелируются, исправляются, и все делается уже совершенно. Ну вот раньше же не было таких критических ошибок, как в новых учебниках? На самом деле они были, они просто не подвергались такой огласке, как сейчас. Поэтому нельзя однозначно сказать, что раньше не было ошибок, или сейчас они более критичны. Все те ошибки, о которых говорится в социальных сетях, это ошибки, которые можно отнести к категории технических ошибок. И, конечно, недопустимо в учебниках допускать ошибки. В процессе работы были какие-то недочеты, то есть нарушился режим алфавита, да, но это оправдывается тем, что это наклеечки. В процессе работы, в процессе прохождения той или иной буквы дети имели возможность отклеивать наклеечки и приклеивать на данную страничку. То есть здесь такой критической ошибки не было. И мне кажется, это недостойно и некорректно выражать отрицательное мнение и как бы обнулять такой сложный, неоценимый труд авторов и работников Министерства народного образования. И мне кажется, только учитель имеет право, непосредственно работающий, обладающий методикой преподавания, имеет право давать оценку учебникам, как специалист. И каждый учитель в телеграм-каналах высказывает свое мнение, вносит какие-то коррекции, рекомендации, замечания. И поэтому в процессе работы они будут переиздаваться, дополняться. И думаю, что на следующий учебный год уже дети получат без вот таких технических недостатков учебника. Мне кажется, что вот эти технические недостатки были исправлены только во многом благодаря тому, что все-таки родители заметили там ошибку. Каждый учитель высказывает свое мнение, пишет рецензию. И, конечно, эксперты, которые этим занимаются, авторы, они учитывают это мнение. И думаю, что это все замечания будут исправляться. Это вот мы говорим, когда то, что идет уже, скажем, туда наверх. А как вы решаете такой вопрос в моменте? Вот, допустим, вот вы ведете урок, понимаете, что в учебнике какая-то опечатка, ошибка. Как вы это объясняете детям? Учебник является источником знания и недопустимо в учебниках допускать ошибки. Но в процессе учебы, конечно, это все в игровой форме. Не знаю, как, вот, допустим, когда мы проходили букву Э, там, я знаю, что это технический опечаток. Записали М, он начинается с буквы Е. То просто в игровой форме. Не знай-ка, перепутал буквы. Поэтому давайте, ребята, исправим эту ошибку. То есть в любом случае учитель следит за, так сказать, содержанием учебников и правильно преподносит их? Конечно, конечно. Учитель, обладающий методикой преподавания и по математике, и по читательской грамотности, естественно, по всем предметам, естественно, какие-то замечания в процессе работы, в процессе урока возникают. И это все в корректной форме, в процессе, после того, как мы закончим учебный год, конечно, это будет все учитываться, все рекомендации будут браться в учет и исправляться. В отличие от старых книг, какое есть отличие, в чем преимущество? Ну вот что мне на сегодняшний день радует, и я скажу об этом громко, я всегда была возмущена тем, что два предмета абсолютно разных по методической подготовке, по методическому вообще сопоставлению были соединены. Это русский язык и чтение. Это абсолютно два предмета, которые имеют абсолютно различный методический подход к предмету. Такой проблемы нет. Нет. Теперь у меня русский язык отдельный предмет. Читательская грамотность – это отдельный предмет. Это абсолютно разные предметы. Какие учебники для вас эталон? По каким пособиям вы работаете? Я лично работала с книгой Петерсона. Вы прекрасно знаете эту книгу, там очень много логических заданий, математика, все. На сегодняшний день вот этот объем, который нам дается, школьные программы, мне его достаточно для того, чтобы как бы объяснить и повторить то, что есть. Если вдруг бывает так, что мы чего-то не подоспели, ребята прям сами, а можно мы дома с родителями? Вы знаете, мне сейчас нравится, я подключила родителей. У меня родители стали работать. Я прям пишу, вот это задание, пожалуйста, мы его решаем в кругу семьи. Мы так и называем – задание в кругу семьи. То есть родители вместе с детьми тоже подключаются к этому. Вы знаете, у меня дети спрашивают, мы приходим домой, а мама сразу спрашивает, задание в кругу семьи сегодня есть? Я говорю, нет. Мама говорит, все, значит, вы все успели сделать. Как дети реагируют на учебники? Прекрасно, придите ко мне, пожалуйста, в школу. С удовольствием я вас встречу, вы поговорите с моими детками, с удовольствием. Вы знаете, я никогда не… Честно говорю, когда я говорю урок математики, всегда было «Ура!», а сейчас я говорю русский язык, дети кричат «Ура!». Вы понимаете, как-то русский язык и чтение было это… А сегодня вы какой нам фильм покажете? А вы нашли, вот вы нам обещали про самую маленькую мартышку видеоролик? «Нашла, ребят, сейчас покажу». Игрунки, вот эта маленькая обезьянка, игрунки, а вы нашли, то есть детям интересно. Тысяча лайков, и мы идем в трехсотую школу. Давайте, давайте, с удовольствием. Куда нужны лайки, мы поставим без проблем, приходите. Нет, действительно, я вас познакомлю со своими детьми, у меня очень неординарные дети, очень, вы знаете, я им позволяю высказывать свое мнение, я никогда не остановлю и не скажу «Нет, ты не прав», я всегда позволяю. И вот это мне нравится. Вы преподаватель первых классов высшей категории. Расскажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как вы оцените новые учебники? И в чем их отличие от старых? В связи с тем, что устарели учебные программы, методички, учебники, требования нового Узбекистана — это создание нового поколения учебников. И учащимся начальных классов всей нашей республики посчастливилось в начале года начать работать по новому комплекту учебников. Учебники очень яркие, красочные, содержательные. И главная наша задача учителей начальных классов — на основании данных учебников научить детей жизни, то есть к различным жизненным ситуациям, быть креативно мыслить, творчески мыслить. А были ли случаи, когда вот такое развитие креативного мышления у детей посредством новых учебников уже как-то проявлялось? В процессе учебы дети проявляют себя творчески. Допустим, рабочие тетради позволяют нам это сделать, позволяют нам креативно, критически развивать и воспитывать ребёнка. То есть в рабочих тетрадях продуманы такие задания творческие, что, допустим, наклеить логические задания, составить схемы. Очень много нововведений, которые позволяют нам это сделать. Что для вас эталон в плане учебных пособий и книг? Вы знаете, учебник, мне кажется, должен быть доступным, простым, но в то же время, основываясь на научных знаниях, он должен приносить какие-то результаты. Хорошо, а какой учебник для вас всё-таки эталон? Может, есть какой-то автор или конкретная книга? Не обязательно отечественная. Я не могу сказать, что есть у меня эталон, но в данном случае мне посчастливилось участвовать на форуме учителей начальных классов, где были представлены современные методики преподавания в начальных классах. И мы, в свою очередь, распространяли на местах эти все методики. И вы не представляете, насколько учителя начальных классов креативные, творческие люди, и сколько нового мы узнали. И в процессе работы все эти методики я использую. Что бы вы добавили в новые учебники? В букваре мне всё нравится, и в рабочих тетрадях. То есть у нас такой активный учебный процесс в течение учебного дня, что мне даже сложно сказать, что бы я добавила. То есть настолько продуманные учебники со всех сторон даются и логические задания, и творческие задания, и на самостоятельное мышление. Чем отличается новая методика от старой? В современном обществе нужна современная молодежь, которая обладает жизненными навыками, то есть навыками 21 века. Соответственно, школа — это тот период, который большую часть времени занимает у учащейся молодежи. Соответственно, школа — это тот период и тот фундамент или платформа, на базе которого и нужно эти навыки формировать. К навыкам 21 века относятся умение коммуницировать, критически мыслить, креативно подходить к решению той или иной задачи, умение работать в команде. Именно вот этим новая методика отличается от той, которая была до того, как мы внедрили новую методику. То есть если раньше большой упор делался на то, чтобы формировать предметные знания или предметные компетенции, то сейчас задача школы и задача новой методики, которую мы внедрили, — научить эти знания применять в жизни. Но еще надо будет отметить то, что помимо продуктивного мышления, то есть учитель, как основной источник знаний, передает знания ученикам, ученик это закрепляет, пересказывает и получает оценку. При новой методике все наоборот. Мы формируем еще репродуктивное мышление, то есть ученик, работая в коллаборации с другими учениками, делают определенные выводы, приходят к какому-то знанию, обмениваются этими знаниями и потом выдают обратную связь учителям. И здесь происходит интерактивный процесс и педагогика сотрудничества, что тоже очень положительно влияет на образовательный процесс в целом. Все говорят о читательской и функциональной грамотности. Что это за грамотность и какие навыки она включает? К навыкам 21 века относятся функциональная и читательская грамотность. Данные виды грамотности отличаются тем, что функциональная грамотность — это умение применить полученные знания в школе в своей повседневной жизни. То есть умение применять то, чему тебя обучают в школе в повседневной жизни для того, чтобы решать те или иные вопросы, попадать в какие-то ситуации, находить решения. А читательская грамотность — это совокупность умений и навыков, которые помогают нам не просто прочитать текст, а прочитать его осмысленно, понять основную суть текста, проанализировать, вычленить из этого текста важную информацию, при этом отсеять то, что не важно. И читательская грамотность очень важна, кстати, при решении математических задач. И существуют на сегодняшний день разные программы оценивания достижений учащихся по всему миру. Это те программы, которые составляют определенный рейтинг среди стран. И к одним из компетенций, которые эти программы оценивают, включена читательская грамотность. То есть, по сути, это очень важная компетентность, которой должен обладать современный человек. По какому принципу была составлена программа для учебников? Мы все понимаем, что образование — это очень динамичный процесс, который следует выстраивать с учетом потребностей общества. То есть, если сегодня обществу нужны специалисты с гибкими навыками, соответственно, и образовательный процесс мы должны выстраивать с учетом того, чтобы сформировать у учащейся молодежи гибкие навыки, то есть навыки 21 века. И, соответственно, это все создает предпосылку к тому, чтобы обновлялась методика, обновлялись подходы в образовании, повышался уровень преподавателей. И процесс становился таким более интересным, вариативным, эффективным для того, чтобы все эти навыки сформировать и развить. А вот принцип 4К, что он обозначает? И для чего он вообще внедрялся? Та методика обучения, которая внедрена в учебники с 1 по 4 класса, то есть для учебников начальных классов, она базируется как раз-таки на модели 4К. То есть четыре основные компетенции, которым сейчас нужно уделять большое внимание. Одна из 4К — это коммуникация, то есть умение учеников коммуницировать друг с другом, активно общаться, обмениваться мнением, активно слушать, выражать свое мнение. Следующее К — это критическое мышление, то есть подвергать анализу, сомнению, осмыслению, любую информацию, которая поступает к ученику. Умение оценивать ситуацию с разных точек зрения — это критическое мышление. И умение даже находить выход из нетипичной ситуации с помощью каких-то типичных средств. Следующее К — это креативное мышление, то есть умение создавать, изобретать, умение притворять свои идеи в жизнь, творчески мыслить. И последнее К — это коллаборация, умение работать в команде, умение выстраивать отношения в коллективе, умение обмениваться опытом. И вот все эти четыре компетенции, о которых я говорила, они являются результатом внедрения модели 4К, то есть это ожидаемые результаты, которыми, мы полагаем, наши ученики будут обладать по обучению, спустя точнее, по результатам обучения по новым учебникам. Расскажите, пожалуйста, что изменилось в этом году в системе образования, что интересного произошло? Мы две главные вещи для себя определили. Во-первых, стали более открытыми, работая с международными организациями, мы начали уметь признавать свои ошибки. И почему это важно? То есть сама цель не признавать ошибки, то есть когда ты смотришь на объективное зеркало, ты понимаешь, где ты неправ, в том плане, что куда ты идешь неправильно, и у тебя есть возможность исправить ситуацию. Это первое. А во-вторых, более чем 30 международными организациями, которые работают в Узбекистане, это ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, Азиатский банк, Развития и так далее, подписали так называемое национальное соглашение о партнерстве, которое подразумевает инвестиции в образование. Получилось так, что мы где-то около порядка 200 экспертов изучили современное состояние образования, определили, где у нас основные проблемы и в каком направлении нам стоит работать. Вот на основе вот этого документа, который также был успешно презентован и в администрации президента, мы сейчас планируем привлечь около 600 миллионов долларов на развитие дошкольного и школьного образования. Когда ты начинаешь признать свои ошибки, то ты видишь, что с другой стороны тоже есть отклик и тебе начинают помогать. Я думаю, что это очень важно. Вы привлекаете инвестиции, а в таком случае на что уходят средства, которые выделены государству? Вообще Министерство дошкольного и школьного образования, особенно после объединения двух министерств, это самый большой рецепент, получатель бюджетных средств. В 2023 году, в фискальном году, Министерство дошкольного и школьного образования получили 43 триллиона сумм. И вопрос возникает, куда эти деньги идут. Но тут надо понимать, что 85% денег уходит на зарплату учителей и воспитателей. Остальная часть, она уходит на строительство, на капитальный ремонт, на покупку оборудования, компьютеров, спортинвентаря. То есть львиная доля средств, выделяемых с бюджета, на самом деле уходит на зарплату. Потому что у нас 500 тысяч учителей, более 500 тысяч учителей в школах и более 200 тысяч воспитателей в детских садах. Это очень большая армия. Фактически это самый большой работодатель в Узбекистане. Каких детей вы стремитесь подготовить? В Узбекистане подавляющее большинство населения – это молодежь. Из этой молодежи до 30 лет большую часть составляют дети дошкольного и школьного возраста. Это приводит нас к феномену демографического дивиденда. То есть если мы правильно сможем этих детей воспитать, дать им правильное образование, то они могут нам в будущем служить драйверами развития как экономического, так и как результат социального. То есть это наш потенциальный человеческий капитал. Но если мы не сможем их правильно направить, то получается это еще и риски. Теперь надо понимать вот что. Мы такой задачи, собственно, и не ставим, и не сможем. Это ни одна система не сможет сделать, чтобы всех сделать гениями. Так не бывает на самом деле. С другой стороны, наш рынок, внутренний рынок, рынок труда, он ограничен. Но что сейчас происходит, к сожалению? Экспорт рабочей силы. Мы видим, наши люди работают в России, но сейчас, может быть, в меньшей степени, а также в других странах, например, в Турции, в Корее. И они работают в основном, ну, скажем так, рабочими низкого профиля, что ли. Они могли бы работать, как здесь у нас в Узбекистане, так и за рубежом, и получать более высокий зарплат, если бы у них были бы навыки, знания и компетенции именно 21 века. Например, условно, выезжает человек в Россию и работает чернорабочим, потому что он больше ничего не умеет. И вот недавно президентам была поставлена задача, что в школе дети должны получить азы профессий. Это не значит, что они будут какими-то действительно уже реально специалистами очень узкого профиля. Понятно, что в школе этого невозможно сделать, но, собственно, и не является задачей школы. Но, с другой стороны, они хотя бы что-то, если получат какую-то профессию, то даже если они будут работать в Узбекистане, даже если они будут работать где-то за рубежом, они смогут получать больше. Это для них хорошо, это для страны хорошо. А те, кто будут стремиться еще большим знанием, они, например, могут работать, например, в сфере информационных технологий и так далее. Сегодняшняя система образования, она меняется. И это болезненно, понимаете? Потому что система, она довольно консервативна, по сути, и учителя тоже. То есть нисколько не умаляя заслугу учителей. И действительно, хочу сказать, что они проделают огромную работу, но в принципе учителя как профессия очень консервативны. Вы всегда кого-то чему-то учите. И это не очень комфортно, когда вас чему-то учат. Мы хотим, чтобы наши дети не были как-то вот именно теми, кто шаблонно мыслит, и выйдя за рамки этого шаблона, ничего не сможет сделать. В этом плане очень важны мягкие навыки, так называемые soft skills. Ребенок должен быть, он должен уметь адаптироваться к новым реалиям. Например, если ты ребенка научишь азам IT, информационной технологии, то в будущем он, например, может уже легко, например, научиться программировать, допустим, условно говоря, или же заняться тем, что связано с информационными технологиями. Но если ты его просто научишь, например, условно говоря, и пользоваться, как пользуется оболочка Windows, то он так и застрянет в Windows. То же самое с математикой, например. Если ты ребенка просто научишь тому, что такое квадратное уравнение, или же теорема Пифагора, то вот наверняка вы тоже учились в школе и, наверное, задаетесь вопросом, зачем нам знать теорему косинусов, допустим. То вот этот вопрос будет возникать. Но если тебе на примере будут показывать, для чего это в жизни надо, то ты уже потом, в следующие разы, каждое свое обретенное знание будешь рефлексировать и пытаться примерить на реальной жизни. Вы уже сказали про преимущества этих учебников и в целом новой системы. Можете сказать в целом, насколько они эффективны? Есть ли уже какие-то результаты? С научной точки зрения говорить о том, что учебники повлияли на успеваемость ребенка положительно или же негативно, на основе одной четверти невозможно определить. А чем новые учебники в техническом плане, как исполнение, отличаются от старых? Много чем отличаются от старых. Первое, они отличаются визуально. У них есть единая концепция дизайнерская, есть единый подход к верстке текста. Везде у нас с 1 по 4 класс проработанные герои. Они начинают сопровождать ребенка с обложки и до самого конца. Они им как друзья. И это не только какой-то конкретный учебник, а они идут во всех учебниках. И мы разрабатывали очень долго этих героев, и там была целая процедура. Первое, то что у нас было несколько дизайнерских стилистик. И после того, как мы их отрисовали, мы набрали фокус-группу из детей и показывали детям этих героев. У этих героев были имена, родители. У этих родителей есть профессии. У каждого из этих героев есть свой характер. То есть есть там девочка, которая увлекается довольно-таки нетипичными вещами для девочек в Узбекистане. Мы таким образом пытаемся внедрить гендерные вопросы, которые у нас есть. Дети сами руками выбирают этих героев. После этого мы их брали в работу. То есть сама фокус-группа, она была проведена со всеми учетами научных исследований. После этого вот это вот все внедряется. Это дизайн по визуальной части. Касательно других вещей. Также во всех книгах у нас используется мелованная бумага. То есть это бумага, которая сделана в Корее специально для обучения. То есть существуют разные виды бумаги машинного мелования. И это именно бумага, которая изобретена для того, чтобы дети обучались, им было легче переворачивать, цвета там выходят более яркие. Это касательно внутренних страниц. В обложках у нас есть книги, где есть лентикулярная печать. То есть лентикулярные панели — это те панели, которые, когда ты двигаешь книгу, сама иллюстрация становится динамичной. Вот. И такого раньше не было. Также у нас есть выборочный лак во всех книгах и ламинация с ярким неоновым понтоном. Плюс у нас есть вырезка, которая создаёт в некоторых учебниках такую глубину. У нас есть фольгирование. У нас был подход, чтобы дети любили эти учебники, чтобы они всё время хотели с ними вместе ходить. Это для нас была такая ключевая задача. Очень много мы делали вариантов для того, чтобы утвердить это. Например, с вырезом в естествознание и с фольгированием эпоксидкой мы делали порядка 17 вариантов, чтобы произвести это. У нас там был очень большой вырез. Мы там хотели сделать окошко субмарины, который уходит глубоко в океан, где в естествознании эта тема затрагивается в самом учебнике. И где они из океана машут детям. И это был самый широкий круг, который когда-либо типографическая компания делала. То есть они с 1974 года никогда не делали такие большие круги. И мы это всё делали, чтобы детям было всё это интересно. Ну вот к слову о типографической компании. Где производятся эти учебники? Эти учебники делаются в Корее. А почему? Компания Novda. Мы делаем учебники полностью. Мы делаем дизайн, мы делаем контент. Мы его иллюстрируем, подготавливаем к печати и сопровождаем производство. Почему выбирается та или иная компания, в какой стране и какие у них есть договоренности, об этом у меня нет информации. Тогда такой вопрос. Вот вы как издательство, сколько вы с этого заработали? Novda ничего не получал от государства. Никаких денег. У нас есть единственный контракт с государством о том, что мы безвозмездно передаем право пользования этими книгами в министерство. Ну это же невыгодно. Вы столько сил, времени тратите, чтобы в итоге что? Ради чего? Если вы посмотрите на эти книги, как они выглядят, если вы полистаете их, то для нас это очень огромный кейс. То есть представьте себе, вы делаете книги, которые целое поколение детей будет по ним учиться. То есть целое поколение у них зафиксируются образы, которые вот мы сидели с креативной командой и придумывали. То есть вот эти вот имена, то, что у нее там дедушка такой профессии, папа такой профессии, вот они все друзья, у них такие характеры. И все эти герои, которые мы придумали, представьте себе, сопровождают ребенка с 1 по 4 класс у целого поколения. Для нас это как большой кейс, в том числе и социальный. Также в новых учебниках мы совершенно по-новому смотрим на то, что было сделано до нас. То есть, например, в букваре у нас, где идут определенные буквы, там внизу всегда есть определенные QR-коды, где, если нужно, можно все время, в любой момент отсканировать, будет ссылка на YouTube и спокойно просмотреть эти материалы. И также там могут встречаться определенные сказки, связанные с этими буквами. Также наши герои полностью сопровождают все это. Или, например, если мы посмотрим на музыку, то там есть тоже QR-коды, где в любой момент можно послушать, как звучит тот или иной инструмент. Или, например, в том же естествознании у нас сзади есть стикеры, то есть стикеров у нас тоже никогда не делали. Это те стикеры, там есть животные, млекопитающие, то, что встречается в самом контенте. То есть в любой момент учительница может спросить, ну-ка найдите мне млекопитающего. И там у нас сзади есть, например, лисичка, которую можно отклеить и вклеить в эту страницу. Это не считая того, что во многих учебниках есть герои, наши герои с разными эмоциями, где учитель должен спрашивать у ребенка, оцени, тебе это понравилось, не понравилось, как ты себя оцениваешь. И он может в любой момент один из трех этих стикеров с эмоцией отклеить и куда-нибудь поставить. Это тоже нововведение. То есть если в общем кубе взять, то у нас получается проработанная вселенная, очень крутая печать с фишками, которых никогда не было, со стикерами и с очень качественной бумагой на мировом уровне.